Всем привет! Сегодня поговорим о том, как качать памп-трек и кочки в принципе. Технику нам будет ставить персональный тренер Андрей Алаторцев, но сперва немного теория от меня. Умение качать кочки полезно не только на памп-треке, а в большинстве дисциплин в принципе. Например, Томас Лимойн каждый свой курс, слоп-стайловый, едет не крутя педали, при этом у него всегда идеально подобранная скорость. Он всегда четко попадает в приземление. Почему? Потому что у него есть большая база в рейсинге и он клево умеет качать. Арон Гвинн на одном из этапа Кубка мира. У него порвалась цепь на старте и он вкачал трассу так, что выиграл эту гонку. Без цепи. Почему? Потому что он умеет качать. Разумеется, умение качать кочки на пампе не сделает вас ни Гвинном, ни Лимойном, но без этого вообще никуда. Ну, кроме того, клево ехать по лесу и осознавать, что ни одна кочка и ни один холмик не станет для вас препятствием, а скорее станет прикольной штукой для развлечения. Так что независимо от того, что вы катаете на велике, умение качать памп полезно. Если вы собираетесь качать памп, самое важное опустить седло как можно ниже, чтобы оно не упиралось в заднюю точку, соответственно, не мешало вам двигаться над велосипедом. Я даже видел, как некоторые контрилы и шоссеры снимают седло. Не то, чтобы я это сейчас советовал, просто я такое видел. Опустить седло пониже, накачать в покрышке давление побольше. Максимально допустимое написано на самой покрышке, можете поискать там в PCI или в атмосферах. Ну, трех атмосфер, наверное, должно хватить или больше. 3-4. 3-4 атмосферы. Сколько покрышки позволяют? И у меня все, у тебя. У меня еще по настройке подвески. Если это подвес, соответственно, закачиваем все в дуб. Килограмм на 20-30 жестче, чем вам нужно. Ну, если большой вес, увы, и расслабьтесь, и получайте удовольствие от раскачки. Вилку можно как заблокировать, так и оставить работающей. Тогда она будет помогать вам выпрыгивать или качать более эффективно. Если, короче, у вас на вилке наверняка есть табличка с допустимыми давлениями под каждый вес, берете свой вес, прибавляете килограмм 20 и накачиваете столько. Ну, для того, чтобы подвеска не прожималась на пампе, ведь вам нужен жесткий велосипед. Так точно. Чем жестче велик, тем эффективнее прокачка. Покрышки желательно слики с более-менее лысым протектором. Полуслики или там те же кроссмарки, например, вполне пойдут. Без скрима не прокатит. Вообще нет. И желательно, прежде чем приступать к вот этому всему, посмотреть наш видос про атакующую позицию, про то, как серфить и про то, как делать банихоп. Ну, это полезно, поможет и так далее. А еще надеть шлем и размяться. Кстати, насчет размяться. Я пару недель назад неразмятый, холодный дернул баник и спину прихватил так, что я несколько дней не мог ходить. Ну, ты говорил просто. Если вам за тридцатку, разминайтесь. Прежде чем приступать к подводящим упражнениям, наверное, имеет смысл объяснить теоретически, в чем вообще состоит смысл пампа. Если представить, что у вас есть центр масса, а у вас наверняка есть центр масс. Задача в том, чтобы центр масс двигался по прямой. Не вверх, не вниз, а чисто по прямой. Потому что прямая – это кратчайшая траектория. Ваш центр масс, ну, допустим, где-то тут. И когда велик внизу, вы стоите высоко. Когда велик наверху, на кочке, вы поджаты. И в этом, и в том положении ваш центр масс на одной линии находится. И вот он двигается по прямой супербыстро, а велик под вами вниз-вверх. Вот в этом суть пампа. Да, Андрюх? Или не да? Да. О, Андрюх одобряет. И тот, и этот. Апрув. Бачар приводил очень клевый пример. Прости меня, пожалуйста, мой велик, но придется на тебе больше не на ком. Это как, типа, если ты перешагиваешь какое-нибудь бревно, ты не поднимаешься на нем, а ты вот так его перешагиваешь для того, чтобы отводить центр масс не поднимался, не опускался. Также пример нужно действовать на пампе. Когда ты внизу, ты распрямленный. Когда ты наверху, ты сжатый. Захейтит за то, что я на велик наступил. Вот мой велик, а чем наступаю? Ну, собственно, я буду выступать в роль новичка. Да и, в принципе, я так себе качаю. Так что, Андрюх, начинай. Так как у нас обучалка для масс, я с тобой прогоню полностью нулевую программу. Игорян, сейчас задание. Проехать вот эти волны, заезжая на волну, вставая на мысочки, плавно и медленно. И съезжая с кочки, таймингово нужно попасть, опуская пяточки. Достаточно резко. Чтобы, когда заднее колесо едет вниз с волны, ты продавил весом через пятки заднее колесо в ней. Коленками и ногами что-то делать? Нет, абсолютно прямые ноги и руки. Прямые ноги и руки только пятками? Да, только пятками. Опуская пятки, ты немного смещаешь свой вес назад. Заезжая, встаешь на мысочки, съезжаешь резко на пятки. Почему ошибаешься и не понимаешь? Не попадаешь в тайминг. Надо на заезде вставать раньше и резче просаживаться на спуск. А мы это делаем для чего? Что мы пытаемся понять? Если поставить велик к стенке в статике и заставить тебя покачаться на мысочках в пяточках, ты сразу сам обратишь внимание, что качаясь на пяточке, ты разгружаешь руль полностью, встаешь весом в педали, а вставая на мысочке, снова валишься на руль. А, так пятки-носки это способ правильно распределять вес, а не просто пятки-носки. Я потому что пытался вообще ничего не делать, а пятки-носки, и у меня ничего не получалось, естественно. Ну, ты, естественно, хотел естественным образом двигать корпус? Да, конечно. Надо естественным образом. Все. Да, хорошо попал. Следующий шаг – это разогнать амплитуду по ногам. Оставляем руки прямыми и делаем резкий присед в пятки вот таким образом. Как будто ты хочешь пятками продавить в землю. Практически поднимаем мысочки. Можешь попробовать на земле. Глубже приседай. Ну, я колени болеют, а не могу. Да, вот так. Теперь вот это движение тебе нужно синхронизировать сначала он спуска кочки. Когда приседаешь, еще и отталкивай велик от себя. О, оно нет. Да, переднее колесо аж отрывается. Нужно нарастить амплитуду работы руками. То есть ты можешь проехать, как прокачивая только руками на прямых ногах, так и совместить предыдущие два движения. На спуск ты велик отталкиваешь от себя сильно руками. А на подъем, когда распрямляешь ноги, стоишь на мышечке и сильно подтягиваешь руками руки к себе. Перетягиваешь, как будто корпус вперед с руля. А, то есть разница есть между, например, выходом на серф, потому что там движение наоборот, типа такое. Такого не надо. Надо наоборот, как бы, натянуть переднее. Да, и как будто бы ты их пытаешься закинуть. Типа получается, что у нас есть крючка, и мы хотим переднее колесо перенести через нее. Так, где такая? Задача – сильно сгибая руки. Попробуй поплавнее, не так дерганно. Вот это вот типичный поздний тайминг. Что тут какие-то банихоп получаются? Да, тебе надо их делать гораздо раньше. Ты ждешь, пока велик прокатится между волн, потом пользуешься подъемом, чтобы запрыгнуть на кочку. А тебе надо запрыгивать практически со спуска. Вытягивать байк как бы заранее. И не забывай байк проталкивать. То есть ты сейчас его только тянул. А тебе нужно и тянуть, и снова проталкивать в присяд на пятке. Не, какая-то хрень. Вот во вторую попал четко, а в третью опять завис сзади. Я буду винить не себя, а кочки. Они слишком плавные. То есть основной момент – тянуть плавно, а толкать очень резко. Обратил внимание вот здесь? Ты велик вытянул, и он сам на серф поехал. Вот это было правильно. Сейчас мы вернемся к выпуску, но прежде маленькое объявление. По настоятельным рекомендациям Ютуба на канале появились платные подписки. Так что если вы считаете, что мы делаем что-то полезное, можете оформить такую. За первый уровень вы получите уникальные значки и ранний доступ к новым видео. А за второй – все то же самое, плюс секретные видосы, один из которых уже ждет вас во вкладке «Сообщество». Но мы продолжаем. Мне не нравится то, что у меня получается. И поэтому, ну понятно, что дрючить надо. Ну да. Встает вопрос. Человек, если хочешь научиться, ему отдельно каждое из этих упражнений пробовать? Да. В отдельности? Да. То есть ты, типа, условно, новичок. В данном случае я приехал на памп. Да. Ручки прямые, ножки прямые, и пятками ты вот это делаешь. Да, чтобы понять время, когда тебе надо именно вжимать байк, а когда помогать ему закатиться наверх. Вот сколько мне это минут делать, например? За двухчасовую тренировку у меня обычно люди успевают научиться. Вопрос такой. Есть люди, ну, например, я, которым не нравится тренироваться, не нравится задротить, которым нравится кататься, и чтобы оно само как-то получалось. Твое мнение, если человек пришел на памп и просто пытается сам с собой, тело найдет нужные положения или нет? В теории может найти, но на практике обычно не находит само. Потому что в пампе есть понятие как тайминг. Меня, собственно, никто никогда не учил. Маунтинвайку вообще, в принципе, я ни у кого никогда не учился. И в той или иной мере качать я могу. Но, как мы с тобой выяснили в прошлый раз, у меня за все это время наработалась ошибка. Я так понимаю, если человек будет просто приезжать на памп и тренироваться, в какой-то мере у него это будет получаться, но какая-нибудь у него там ошибка со временем всплывет и закостенеет. По-хорошему надо найти человека, который сможет показать ровно как надо, попросить его снять видео и постоянно снимать себя со стороны первые пару недель, чтобы сравнивать два видоса, свой нынешний и ее чувака. И стараться, чтобы твой рано и позже... На второй. На сегодня все. Это был базовый курс. Может быть, что-то более тонкое снимем потом. Пишите в комментариях, что понравилось, что не понравилось, что было понятно, что непонятно. Можете записываться на тренировки к Андрею Латорцеву, но до следующего июня... Ну да, у меня типа с апреля по мае, скорее всего, туры в Крыму, а зимой я просто живу в Крыму и буду катать всех желающих. Ну тогда записываться либо к Андрею в Крым, либо к другим тренерам, ссылки на которых мы укажем в описании. Парочку-то найден, я думаю, достали? Ну, я думаю, да. А еще многие райдеры жалуются, что им скучно кататься на пампе. И Андрей Губанов дает совет. Делайте всякое разное. Играйтесь, развлекайтесь, как это делает Андрей. Собственно, можете к нему записаться на тренировку, он тоже тренирует. Продолжение следует...